Впечатления обоиннали совершенно фантастические. Помимо того, что я понимаю, что это очень важное событие в контексте актуального театра, в контексте грузинского театра и российского, это, конечно, возможность выйти из своих келей для художников, потому что художники действительно так или иначе в силу профессии творят в какой-то изоляции. И здесь у нас появилась возможность познакомиться не только с российскими художниками, но и с художниками из Армении, из Грузии, из Азербайджана. Очень много красоты и любви было в этом бенале, и я желаю ему развития. Я на самом деле уверена, что это будет продолжаться, расти, расширяться. Это такое дело не только какого-то культурного пласта, но и, наверное, какое-то очень душевное дело. И спасибо большое организаторам, правда, Нино, она меня поразила, когда она вчера рассказала, каким образом она устраивала их в бенале и вообще занимается развитием культуры в Грузии. Это просто шапо и респект, уважение. Действительно было сказано уже, что это дебют, дебют бенале, и я тоже замечала, что это нормальное абсолютно явление, что аудитории ее надо взращивать тоже, да, ее надо приучать, надо приучать к этому фестивалю, надо приучать к регулярному событию. И я уверена, на самом деле, что аудитория, профессиональная аудитория, именно грузинская, она придет на это бенале, тем более, что он будет опять же развиваться, и я уверена, что расти. И да, на самом деле было несколько режиссеров, художников, актеров. Я была очень рада еще встретиться со своими друзьями из Грузии, с Белисси, с сценографами, с которыми я уже встречалась на других выставках, в Кишиневе, например, такие удивительные встречи. Грузинская сценография на меня проявила неизгладимое, на самом деле, впечатление еще на пражской квадренале. Это было в 2015 году, собственно, в Праге. Я вошла в павильон и подумала, что это какое-то невероятно выверенное, стильное пространство. И потом я стала смотреть работы, и только потом обратила внимание, что это грузинский павильон. И с тех пор, собственно, ничего не изменилось. Я могу сказать, что действительно меня поражает в Грузии, во-первых, все-таки верность своей культуре, своему языку, какой-то аутентичности уникальной. И при этом совершенно современности в европейском вообще контексте, в европейском развитии театра и потрясающее чувство стиля. К сожалению, не хватило времени погрузиться в какой-то контекст искусства, в современный контекст, да, походить по современным галереям, посмотреть выставки. Все-таки у нас была очень насыщенная программа, поэтому очень сложно говорить. Но в целом ощущение, что в городе есть жизнь, очень много культуры, очень много внимания к этому. И, в общем, самые какие-то позитивные ощущения. Да, Тбилиси меняется определенно, и я думаю, он идет совершенно своим путем, не путем европеизации, а каким-то своим уникальным развитием.